Тогда я должен кончить во сколько? В 2 часа, да? В 2 часа 15 минут. Правильно? Вот. Ну да, и значит, есть такая вот там категория ХОАТЭН, которая гомотопическая категория. То есть это две категории, в которых есть слабые эквивалентности. Вот здесь какие-то слабые эквивалентности и здесь. Ну, там предполагалось, что они удовлетворяют в некоторой аксиоме 2 из 6. Ну, давайте не будем сейчас на этом деле концентрироваться. Вот. И значит, ну, в принципе, вот эта дискуссия возникла после того, что я рассказывал про гомотопическую категорию модельной категории. Потом я хотел рассказать про производный функтор. Вот. И значит, ну, и это как бы некоторый более общий контекст, чем модельные категории. То есть тут M и N не обязательно модельные категории, просто категории, в которых есть какие-то слабые эквивалентности. И есть функтор F из M в N. Ну, который морально, значит, может быть там точен слева или точен справа. И в модельных категориях это говорится таким образом, что этот функтор F является частью пары Quillen. А тут, значит, происходит нечто другое. То есть я хочу построить вот левый вот этот производный функтор F или там правый F при некоторых условиях. Вот. Ну и, значит, сначала дается просто общее определение, что такое, значит, вот этот левый или правый функтор F. И для этого оно дается в терминах расширения Кана. Вот я думаю, что все, кто сегодня пришел, они на видео в прошлый раз, которое было в прошлый раз, посмотрели, что такое расширение Кана. Да? Точно. А, то есть это не надо повторять. Супер. Да? Не надо. Вот. Ну, можно посмотреть. Давайте я просто не хочу повторять. Ну, вот я просто напомню, например, что бывает левое и правое расширение Кана. Вот если есть какой-то там функтор в какую-то категорию Е, например, Sets, в котором есть много пределов и к пределам, так морально, но не обязательно. И есть вот такой функтор Ка, то вот тут есть функторы LAN вдоль Ка и RUN вдоль Ка, которые там… Ну, нам нужен будет этот функтор RUN, поэтому давайте… Это, значит, правое расширение Кана, это левое. Просто я очень бегло скажу, чтобы просто вспомнить немножко. А, значит, вот этот вот RUN вдоль Ка, он обладает тем свойством, что у меня должна быть, значит, вот некоторая такая… Ну, там она тут называется… Вот должно быть два стрелка, то есть должно быть… Вот есть два функтора, значит, вот это F, у меня есть, значит, два функтора F и вот это K, и тут RUN вдоль Ка. Ну, вот и между ними должна быть два стрелка, вот отсюда в F, вот. И эта два стрелка должна быть универсальна, да, в том смысле, что если есть другая, вот некоторая G, если есть G и в том смысле, что если есть, значит, 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 да, если есть K на G, вот в этот самый F, то F, то отсюда, значит, следует, что существует единственная вот стрелка отсюда-сюда, вот между этими двумя, Epsilon, между от G в этот самый RUN, вот такой, что вот исходно, вот это, допустим, будет, ну, не знаю, там, гамма мю, вот такой, что мю, такое, что мю равно композиции, да, вот это самое Epsilon, потом это. И такое Epsilon должно быть единственное и существовать. Вот. И мы, значит, это применяли к науке про... Вот если мы просто локализуем, вот по каким-то там слабым эквивалентностям, то возникает такая картинка, что у нас M отображается в N просто вот посредством функтора F, а это отображается в гомотопическую категорию N. Вот. А это отображается сразу в гомотопическую категорию M. То есть это вот условно, это аналог нашего вот K с той картинки, но мы потом будем другие. Ну, в принципе, это называется тут дельта, там, дельта M, дельта N, ну, неважно. Но, в общем, в принципе, вот надо смотреть на эту диаграмму, как на эту. И я хочу вот построить вот этот вот функтор run вдоль дельты N, M. Да, и вот этот вот run вдоль дельты M, H, O, T, N, называется левым сопряженным функтором. То есть, извините, левым производным, да, называется левым производным, левым производным. Ну и на самом деле вот все функторы, которые являются левыми производными, которые мы знаем, они вот таким образом определяются. Ну, потом можно будет там вспомнить, что написано по этому поводу у Ельфанда Манина. А, значит, то, что тут происходит, это некая вот конструкция. Значит, конструкция заключается в следующем, что просто вот при некоторых... Тут это просто общее определение, этого может быть, может не быть. А теперь, значит, когда это есть заведомо, да, вот, называется, значит, левой деформацией функтора, левой... просто левой деформацией M, вот, сначала без функтора M, называется... вот, морфизм два стрелка тоже, Q, называется некий функтор Q, и морфизм, вот, из Q в, значит, identity M. Вот. И вот это должны быть вот эти... ну, это два стрелка, она задается, соответственно, что для любого X, у нас есть Q от X в X, и то, что это слабая эквивалентность, требуется, чтобы вот эта стрелка была слабой эквивалентностью. Ну, и отсюда следует, что вот эти стрелки для любого морфизма, что если X в Y слабая эквивалентность, да, то тогда, значит, вот эта стрелка тоже слабая эквивалентность, вот, и это следует... ну, вот, если F, да, если F слабая эквивалентность, тогда у нас вот есть такая диаграмма, значит, в которой это, это и это слабая эквивалентность, значит, и это слабая эквивалентность. И это называется левой деформацией функтора. То есть мы как бы объект, морально мы заменяем объект на проективную резольвенту. То есть правильно думать об этом вот так, что вот это Q это проективная резольвента. А значит теперь это является деформацией функтора, не просто деформацией, а вот это Q является деформацией для F, левой деформацией для F из M в N. Если следующее верно. Если вот мы обозначим MQ, полную категорию в M, полная подкатегория, объекты которой, объекты которой это значит образ Q. Это вот Q от какого-то объекта. Но морфизмы не обязательно Q от какого-то морфизма. Это полная подкатегория. Не обязательно Q от морфизма. Вот. И значит если вот F на вот этой MQ гомотопический, это значит, что переводят, то есть переводят слабые эквивалентности в слабые эквивалентности. То есть переводят W, вот M, в W, N. Ну значит смысл в том, что если у нас есть слабая эквивалентность между любыми там комплексами какими-то, то какой-нибудь там точный справа функтор, он не обязан, вот этот F, он морально точный справа, да, мы считаем левый производный. Он не обязан переводить вот эту слабую эквивалентность в слабую эквивалентность. Но если есть слабая эквивалентность между проективными комплексами, то он обязан это делать, да. То есть в любой точный справа функтор переводит слабую эквивалентность между, которая есть отображение проективных комплексов в тоже слабую эквивалентность. И вот как это надо доказывать? Ну, вы знаете, это надо от морфизма перейти к конусу. И морфизм слабая эквивалентность тогда и только тогда, когда конус оцикличен. А мы, как бы, это является просто более фундаментальным, почему-то, понимаем, ну, знанием везде изучают, что если у вас есть проективный комплекс, который оцикличен, и точно справа функтор, и вы применяете вот этот функтор к этому проективному комплексу, то получается тоже оцикличный, да? Да? Ну, задачка такая. Но у этого он должен быть полностью оцикличен, то есть не только там в положительных или там в отрицательных степенях, он должен быть во всех степенях оцикличен. Ну, такое верно. Или вот это просто такая реформулировка, переформулировка со слабыми... Нет, то есть то, что я сейчас вот сказал, это то, что вот эту оцикличность, сохранение оцикличности можно переговаривать в сохранение вот в то, что она переводит в слабую эквивалентность. То есть квазиизоморфизм. По-нашему в комплексах там слабая эквивалентность — это квазиизоморфизм. В квазиизоморфизм. Ну, это делается вот переходом к конусу. И конус, он, значит, от квазиизоморфизма... Конус есть у любого отображения, но вот если это квазиизоморфизм, то, значит, он оцикличен. Вот. Точность права должен быть. Должен быть точность права, да. А почему любой? Я подумал, что... То есть я подумал, что у вас это верно. Наверное, имеется в виду, что там короткие точность ценности будут... Ну, соответственно, короткие точность ценности, они будут иметь противный ответ, поэтому будут расщепимы. И расщепимы относится к любому объективному. Но... Можно надо написать аккуратно, и там что-то не так будет. По-моему, должен быть точность... А, может быть, вы правы. Но... Сейчас. Может быть, вы правы. Да, точность справа нужен... Да, может быть. Это просто человек несимметрично получается. Почему она справа, не там, корее, слева точность? Сейчас, 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 сейчас. Ладно, давайте это после лекции обсудим, потому что у нас есть только полтора часа. Я должен вот... Но мы обсудим обязательно. Вот. Значит, окей. Теперь, значит, вот предлагается... Да, теперь, значит, то, что вот утверждение заключается в следующем. Что пусть... Вот если вот это есть, вот такое, такое F, значит, что вот такое вот Q, что для некоторого функтора F, вот кроме вот этого условия, тут F нету, да? Тут вот F не участвует. Еще F на MQ, вот на этой вот полной подкатегории, переводят слабые эквивалентности в слабые эквивалентности. Вот. Тогда, значит, можно построить производный функт... Тогда можно построить вот это вот правое расширение Кана. Следующим образом. Это правое расширение Кана. Таким вот образом. Значит, можно взять... Взять просто... Да, во-первых, тут будет некоторое переговаривание, да? То есть вот вместо того, чтобы говорить... Вот это не только для вот этого РАНа, а вообще для любого функтора. Вот вместо того, чтобы говорить о функторах из гомотопической категории в какую угодно, в частности вот в эту гомотопическую, но это неважно уже, я могу говорить о функторах из M, которые переводят изоморфизм... Переводят слабые эквивалентности в изоморфизмы. Вот я буду этим пользоваться. Давайте я где-нибудь тут напишу. То есть функторы вот хо от M куда угодно, там, в некоторое, там, в E, это то же самое, что... То же самое, что функторы из M в E, которые переводят слабые эквивалентности в изоморфизмы. В изоморфизмы, да. Вот, ну это, собственно, у нас было там, ну, в контексте модельных категорий, это было просто основное там свойство, да, что у нас был функтор из M вот в эту гомотопическую категорию, он переводил слабые эквивалентности в изоморфизм. Это то, чего мы хотим. И дальше, если у нас есть какой-то другой функтор, который, вот этот, как он там назывался, в E, там, который переводит тоже слабые эквивалентности в изоморфизмы, то, значит, он определяет единственный такой функтор. То есть, на самом деле, мы можем просто вместо вот этих функторов говорить о функторах из M в эту гомотопическую категорию, которые переводят, значит, слабые эквивалентности в изоморфизм. И давайте напишем просто для дальнейшего, так сказать, референса, что мы тогда хотим доказать. Мы хотим построить некоторый функтор RAN вдоль дельта. Вот мы его будем строить из M в гомотопическую категорию N, который переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы, и, значит, который обладает следующим свойством, что для любого G из M... Не, да, то есть, значит, этот, он должен иметь... Да, вот этот, давайте его... Да, такой, что у нас есть отображение... Да, RAN мы тоже интерпретируем, да. То есть, вот этот вот функтор у нас вот здесь, то есть, у нас, значит, должно быть вот это отображение, 2-морфизм из вот этого RAN вдоль дельта, значит, должно быть 2-морфизм, вот он там обозначался... Ну, ладно, как-нибудь мы его там будем обозначать дальше. Должен быть, значит, 2-морфизм вот в этот функтор, M в F, а вот этот функтор, он, конечно, не обязательно переводит, вот этот функтор, он не обязательно переводит слабые эквивалентности в изоморфизму, если бы он переводил, то ничего бы делать не надо было. Значит, VF на дельта, но вот этот вот переводит, и обладает следующим свойством, что для любого, значит, G из M в H, N, который переводит слабые эквивалентности в изоморфизмы, и 2-морфизма там из G, да, 2-морфизма вот из G должен быть в вот этот вот наш функтор дельта на F, вот, существует единственный морфизм из G, вот это мы эквивалент обозначаем, значит, из G в этот самый ран вдоль дельта, такой, что если взять сначала эквивалент, а потом вот эту, потом наш, который надо было как-то обозначить, вот это, это, вот, то мы получаем, не знаю, там, mu, допустим, то есть вот то, что тут написано, все, только мы вместо того, чтобы говорить о функторах из гомотопической категории, говорим о функторах из M, которые переводят слабые эквивалентности в изоморфизме. Вот, и теперь я, значит, такой вот функтор RAN, вот в этом смысле я его просто сейчас построю, значит, у меня должен быть функтор из M вот сюда, да, значит, как я его строю? Я первым делом отправляюсь вот этим функтором Q в, ну, вот в M тоже, да, а дальше я применяю F в N, а дальше я применяю дельта в гомотопическую категорию, вот так. То есть, значит, утверждение заключается в том, что вот этот вот функтор, если Q – это левая деформация для функтора F в этом смысле, то вот эта вот фиговина, она, значит, решает нашу задачу. То есть вот она является правым расширением КАНа. Ну, или левым производным. И вот я пытался в прошлый раз это доказать расширением КАНа, и я как-то вот здесь влип, в общем. Ну, да, значит, влип, потому что, значит, что-то у меня там не получилось это доказать. Вот, но мы для начала можем, мы для начала можем, мы должны для начала вот, вот я этот функтор хочу обозначить КАН. Ну, в смысле, не от слова КАНа, а от слова КАНонический. Вот. КАН – это вот наш КАНонический функтор. Вот. И тут надо будет ввести какие-нибудь обозначения, в общем. Да. Сейчас, секундочку. Вот. Ну, и, значит, вот, да, вот этот вот функтор, который является нашим первым, первые два стрелка, и вот эта вот, эта, она, значит, должна быть вот стрелкой отсюда, из QF дельта в, это вот наш КАНон, в просто F, в дельта F, да, просто. Ну, и это дается, вот, это просто дается, ну, вот у вас же есть стрелка из Q в identity, да, это часть вот наших данных. Мы просто применяем, значит, эту стрелку и получаем два функтора. Значит, прежде чем действовать дальше, я хочу рассказать немножко вот эти где-нибудь здесь. Хочу сказать вообще про эти два функтора и про, значит, что вот, например, такое, почему мы можем на этот функтор Q умножить вот этот там дельта F. В принципе, это очень простые вещи, но просто если их видишь впервые, то, значит, надо о них сказать. Значит, вот история такая, что тут мы имеем дело с два категории. Ну, в данном случае два категории всех категорий. Значит, это строгая два категория, вот, строгая два категория в том смысле, значит, что у нас есть, ну, что у нас вот есть два морфизма, то есть у нас есть два категория, значит, у нас есть там два морфизма. Если вообще это нечто более общее, такое, вот в данном случае мы работаем с два категории всех категорий, малых там, но это, ну не обязательно малых, но это может быть что-то более общее, значит, ну просто лучше говорить о более общем, это очень простое определение, чтобы просто понимать, что происходит. Вот, ну и что такое два категория? Что у нас есть объекты, там между ними есть стрелки, морфизмы, и между этими двумя морфизмами, вот между такой диаграммой двух морфизмов из одних и тех же объектов могут быть два стрелки. Теперь, значит, бывает, ну да, если мы забудем про два стрелки, это будет обычная категория, ну дальше у нас есть, вот, точно так же, как у нас есть для любого объекта x, есть identity x, да, который принадлежит хому из x в x, то есть это один, один стрелка. Точно так же у нас есть identity 2 стрелка, то есть для любого f, значит, у нас из x в y, у нас есть identity f, которая есть два стрелка из f в f. Вот это просто такая аксиоматика. Ну и понятно, что если у нас есть категория всех категорий, то совершенно понятно, что identity из f в f это функторы, да, то есть в нашем примере вот эти объекты это категории, эти стрелки это функторы, а два стрелки это натуральные преобразования. Вот, тогда, значит, два стрелки это натуральные преобразования, понятно, что из любого функтора в себя есть натуральное преобразование, тождественное, да, понятно, что это такое, да. Теперь у нас есть эти единицы, еще у нас есть две композиции. Есть вертикальная композиция и горизонтальная. Вот есть такое, если есть x, y, значит, f, g, h, то отсюда получается их вертикальная композиция, которая есть x, f, h, y. Вот, она должна быть ассоциативна, и вот эти штуки должны быть единицами. Значит, ассоциативно, там, identity являются единицами, строгими, все совершенно строго. Дальше уже там в более высокой науке все не строго, но нам, к счастью, это не надо. Ну, единицами, ассоциативно с точностью до чего-то, там, единицами с точностью до чего-то, но у нас все совершенно строго. Это, значит, вертикальная композиция, да? Вот, а есть еще горизонтальная композиция, это вот такая вещь. Это, значит, вот если есть x, y, еще z, вот, и тут есть f1, f2 и g1, g2, вот, то отсюда есть, значит, умножение из x в z, вот. Тут у нас будет f1, f2, а тут будет g1, g2, вот, и на все это нужно, и тут тоже являются, соответственно, вот, единицы, а оно строго ассоциативно, строго ассоциативно, и identity там являются единицами, являются единицами строгими. Вот, и есть ровно одна аксиома, помимо этих ассоциативностей, которая называется аксиома там либо Гадемана, либо Экмана-Хилтона, которую вот можно вот так нарисовать. То есть это как бы микс некоторой вертикального умножения и горизонтального. То есть если у нас есть x, y, z, и тут есть f1, g1, h1, и тут есть f2, g2, h2, то мы можем, собственно, получить некую композицию, вот, мы хотим получить композицию из x в z, вот, вот, с самого верхнего, что ли, да, вот тут можно даже написать h1, h2, а тут f1, f2. Вот. Ну и мы можем это сделать, понятное дело, двумя способами, да, то есть мы можем, ну, потому что что-то написано, это непонятно что, мы можем сначала вот взять вот эти вот горизонтальные композиции, вот, это значит у нас переходит в горизонтальную, вот я и так напишу, композицию, да, можно взять вот это дело, вертикальную композицию, то есть тоже горизонтальная, вот эта вот нижняя пара, а эта верхняя, значит, она переходит, соответственно, вот, я просто так его обозначу, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот, это вот этого и этого, значит, горизонтальные композиции, а потом можно взять вертикальную композицию, вот, и получить, значит, уже вот такое. Вот, а можно поступить наоборот, можно сначала взять вертикальные композиции, вот, оно, значит, переходит вот, ну, вот такое, можно взять вот это x, это y, можно взять там теперь из y в z, вот вертикальную композицию, это будет там вот такое, а теперь взять их горизонтальную, наоборот, композицию. То есть, получается, две таких вот сущности разных, два разных возможностей, они должны быть равны. Это называется аксиома, значит, эти две возможности, две возможности, ну, одинаковые, ну, не одинаковые, как надо сказать, дают, приводят к одинаковому дваморфизму. Ну, диаграмма коммутативная, короче. Ну, одинаковые. Вот, ну, это не совсем корректно, так сказать. Вот, и, значит, вот это вот аксиома. Теперь, значит, вот что я тут написал? Вот Дельф... А? Есть же короткий способ определения, просто категория обогащенной категории, понимаете? Ну, да, можно так сказать, да, можно так сказать. Ну, это немножко более абстрактно, но, в принципе, это верно. Вот, на самом деле, на самом деле, вот эта вот аксиома, вы ее на самом деле, ну, вы же тут многие, наверное, знаете, что бывают моноидальные категории. Вот, на самом деле, это очень полезный пример. Я даже себе тут вот где-то отметил сказать, что моноидальная категория, это любая моноидальная категория, это частный случай вот такого. То есть пусть M моноидальная категория. То есть моноидальная, это значит, что у нее есть произведение на объектах, да? И там есть еще, если вы помните, такая аксиома, что если у меня есть M1 в M2, вот, значит, некий F, и M, и M1 в M2, некий G, вот, и я могу тогда, значит, взять произведение M1 в M1. Вот, я могу вот двумя способами, которые равны, перейти, соответственно, в M2, M2. Вот, значит, вот здесь у меня будет F умножить на identity N1, и тут будет, соответственно, M2 на N1. А тут можно взять identity M2 умножить на G, да? Вот, а тут можно сделать наоборот. Можно взять, соответственно, identity M1 умножить на G сначала. Тут будет, значит, M1 на N2. Вот, а тут можно взять, соответственно, значит, что можно взять? F умножить на identity N2. Вот, и как вы понимаете, вот эта диаграмма очень похожа вот на то, что я тут говорю, и она неспроста, потому что каждую моноидальную категорию можно рассматривать как строгую два... Ну, если она строгая моноидальная категория, то строгую. Вот, следующим образом. Можно, значит, рассмотреть... Вот можно рассмотреть M2. Это два категория, строящиеся по M, у которой объекты M2 — это просто один объект всего. Значит, морфизмы, морфизмы в M2 — это объекты, объекты в N, M. Вот, теперь, значит, композиция морфизмов. Композиция морфизмов. Ну, правильнее сказать... Нет, я тут что-то слишком вперед, наверное, забежал. Правильнее... Ну да, нет, нет, все правильно. Композиция морфизмов, да, совершенно правильно. Это тензорное произведение, вот это M, то есть моноидальное произведение. Вот, а дальше, значит, у нас есть... Да, теперь у нас, значит, вот есть два морфизма. Вот таких, да, это, значит, кто? Это два объекта, там, M1, M и N. Два объекта в нашей категории. Между ними есть два стрелки. Значит, два стрелки — это просто морфизмы между этими объектами. Два стрелки — это морфизмы в M. Морфизмы в M. Ну вот, тогда, значит, получается, что вертикальная композиция — это просто... Нет, тут вот какой-то... Значит, обождите, обождите. Тут какой-то... Да, ну хорошо, это два стрелки. Значит, теперь вертикальная композиция два стрелок... Ну, композиция два стрелок. Это просто, значит, композиция морфизмов в M. Композиция... Композиция морфизмов в M. Композиция морфизмов в M. А горизонтальное... Ну, а горизонтальное мы требуем... Вот у нас, когда мы говорим о моноидальной категории, мы требуем, чтобы у нас вот моноидальное произведение было определено не только на объектах, а еще на стрелках, и чтобы это было вот бифунктором, вот на самом деле с выполнением вот этой аксиомы. То есть, чтобы можно было в любом порядке пойти вот сначала F, потом G или наоборот. То есть вот эта вот аксиома, что моноидальное произведение является бифунктором, это вот в этом случае, значит, является просто вот частным случаем вот это. Если из M тильдочка, вы имеете в виду? То есть, у нас есть функтор, и в оборудовании модальной истории, то есть у нас есть функтор, и из M тензор М, да? Из M тензор М. Крест, и M тензор М категория? Да, да, а, что такое моноидальная категория? Да, мы требуем, чтобы у нас был функтор действительно. И там есть M, и такое… Прямое произведение, да. Это категория, значит, да, и есть такой вот функтор. Ну да, и поэтому вот то, что это, значит, функтор, ну, в слове, что это функтор, закодировано то, что вот есть на самом деле вот эта диаграмма. Просто компаниция храняется, и там получается, что… Да, 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 да. Ну, просто потому что… Ну, это просто связано с тем, что вот такое произведение. Понимаете, там есть какие-то тоже… Есть, например, произведение Грея, в котором вот на этом уровне делается таким релаксным вот эта аксиома для двух морфизмов. Но у нас в этом случае просто вот это вот, на самом деле, вот эта вот аксиома про два морфизмов, она выполняется вот просто здесь, просто по определению. Ну все, ладно, давайте это я просто хотел как пример, что вот эта вот аксиома или этого самого… как вот там, Гадемана или Экмана Хилтона не является чем-то ужасным. Вот, теперь, значит, мы это будем использовать. На самом деле это я не просто так говорю. Теперь вот что написано здесь. Ну вот тут я хочу сказать, что вот это вот q, и тут надо сказать, что это вот q, и тут нужно в каком-то смысле написать identity там delta f. Ну я не буду так писать, ну просто давайте я нарисую, что тут имеется в виду, да, что вот у меня есть q, вот эта маленькая, которая из q в единицу. Вот, это наша вот q маленькая. И то, что я делаю тут, я беру посткомпозицию, то есть вот сюда, значит, посткомпозицию, а вот тут я хочу сказать, вот тут у меня delta f – это просто функтор. Ну, у меня функтор, но я этот, вот некоторые функторы, допустим, не знаю, давайте любой функтор там, наверное, чтобы просто функтор. Вот, и я могу, да, это, ну, функтор, функтор альфа. Вот, это функтор. Вот, тогда у меня отсюда получается на самом деле вот q альфа. И тут, значит, будет просто альфа, да. И это частный случай, вот, горизонтальной композиции, потому что, ну, вот если у меня есть функтор альфа, то у меня есть identity от этого функтора. То есть морально это означает, что я беру identity от этого вот альфа, ну, в любую сторону могу, да, identity от этого вот альфа, и беру такой вот два функтора из альфа в альфа, которые identity, и беру горизонтальную композицию. Это вообще научно называется вискиринг, но не знаю, почему, но вообще я не знаю, есть какое-то английское слово, помимо виски, есть слово вискар, что ли, уискар, то есть я не понимаю, что это значит, но вот так все говорят. Вот, вы знаете, может быть, вы же хорошо все знаете английский, не то что мы старики. Вот пишется вот висковин, вот, по-моему, вот так. Ну, в общем, короче говоря, суть понятна, да, что мы можем брать, композировать вот два морфизма еще с функтором, слева или справа, да, это означает, что это горизонтально, и это у нас тоже будет много раз встречаться. Вот, все, давайте теперь хватит болтать и перейдем, в общем, к делу. Окей, значит, что мы должны показать? Значит, у нас получилось, что у нас есть, значит, вот этот can, от слова каноническая, значит, вот из дельта FQ в дельта F. Я думаю, что сейчас уже все понимают, что это за обозначение. Я его так и буду обозначать can. Вот, и мне нужно показать, что он удовлетворяет универсальному свойству, а именно, что пусть G, пусть G, некоторый, значит, тоже отображает, некоторый функтор, то есть G, это тоже из M в H от N, переводит W в изоморфизмы, да, потому что мы так условились, что мы заменяем. И пусть есть, значит, некоторый гамма из G в дельта F, вот. Это 2-морфизм, вот, который сидит вот в этом. Ну, он вот этот вот гамма, он был на самом деле, а нет, гамма это был вот внешний, да, то есть то, что я тут мю обозначил. Вот этот мю, это, ну, мы будем вот этим, этой термиологией пользоваться. Я извиняюсь за некоторый такой сумбур. Ну, в общем, тут я напишу, как это на самом деле. Вот, тогда, тогда существует единственный эпсилон, вот, который будет бить из G в... в это вот наш, вот, в наш, как бы, кан, да, то есть в дельта, вот, в наш только не этот кан, а в расширение кан. То есть вот этот эпсилон, он и тут был эпсилон, это вот эта стрелка. Вот, такое, что, значит, композиция равна такое, что, значит, если взять сначала эпсилон, а потом вот этот кан, вот, то получится гамма. Вот, гамма это вот это. Да, вот, вот тут правильно написано, я думаю. Да, вот это нам нужно доказать. То есть нам нужно построить такой эпсилон. И вот в этом месте я уже начал, значит, в прошлый раз как-то немножко это самое. Но сейчас не начну. Вот, существует единственный. Вот, то есть надо две вещи доказать, что существует и что единственный. Сначала докажем, что существует. На самом деле это удивительно, в принципе, хоть и просто, потому что это как бы показывает, в каком контексте более общем, чем обычно, мы можем говорить о вот этих левых и правых производных функциях. Вот, значит, окей, значит, доказательство существования. У нас есть Q, значит, в identity, да. Мы его можем, мы можем вот сделать вискеринг с этим G. Вы же знаете уже, что такое вискеринг. То есть у нас теперь вот эта штука, значит, отображается в эту. И вот это вот, это будет изоморфизм. Значит, это вот эта натуральная, это два стрелка, которые изоморфизм. Которая изоморфизм. Что значит, что она изоморфизм? Это значит, что вот ее, вот эти, вот для любого X, мы берем, у нас есть, значит, GQ от X, она отображается там в этот самый G от X, и вот эта вот стрелка будет просто не слабым эквивалентностью, да, изоморфизм. Почему это так? Потому что стрелка из Q от X в Q, из Q от X в X, она слабая эквивалентность, а G по одному из условий переводит слабые эквивалентности в изоморфизм. Поэтому, когда я применяю GQ от X в G от X, я получаю изоморфизм. То есть, эта стрелка у меня изоморфизм, и я ее могу как-то так даже вот написать, что это изоморфизм. И поэтому я могу, вот, на самом деле, могу мою гамму, вот могу, вот у меня есть гамма, которая, значит, была из G в вот это дельта F, да? Да, вот это была гамма, которую мне требуется разложить. Вот я могу тут с этой стороны, как бы слева, пририсовать к этой гамме вот тут стрелку, значит, из GQ в G, и тут, значит, тут это будет... Вот эта стрелка, это будет... Тут я не использую, что это изоморфизм, насколько я понимаю, это будет просто G умножить на Q. А тут я просто возьму ее обратную. Это же все равно, там, это изоморфизм, это будет G на Q в минус 1. Значит, вот эта композиция, это вот тот вискерин, то, что мы называем. Вот, прекрасно. Теперь, значит, то, что я утверждаю, что я, собственно, утверждаю, я утверждаю, что вот я, значит, утверждаю, что если я, да, возьму вот эту вот часть, вот эту из GQ в дельту F, да, то, значит, нет, я пока ничего, знаете, не утверждаю, я пока просто вот сказал. Сейчас я буду дальше утверждать. Вот, пока я просто сказал, что если я беру G, это будет изоморфизм. Вот, а теперь я могу, значит, взять из... такую вещь. Я могу... мне же нужно построить вот эту вот эпсилонт, да? Эпсилонт должна быть из G в дельта FQ. Я, значит, возьму и, значит, сделаю следующее. Я, значит, возьму GQ, вот, отсюда у меня будет вот эта вот гамма Q, гамма же у меня есть, она бьет в дельта FQ. Вот, отсюда у меня есть вот этот вот CAN. он бьет в дельта F, вот. И, да, и то, что, значит, сейчас секундочку, то, что я утверждаю, значит, что... Да, что если я теперь, что если я теперь вот еще возьму вот эту вот стрелку, которая тут была выше, то есть GQ в минус первый, вот тут будет G. Вот, ну, то есть это вот та, которую я обратил здесь, то вот эта вот композиция моя будет равна в точности гамма. Вот это я должен доказать. Если я это докажу, то, значит, то тогда прекрасно, потому что тогда я могу вот эту вот отсюда-сюда назвать эпсилентом, да? То есть получается, что я, вот если я докажу, что это гамма, то, назвав вот эту стрелку эпсилент, я, получается, что разложил. Вот, по крайней мере, одно такое эпсилент предъявил. Вот, и теперь я, значит, для того, чтобы показать, что это гамма, вот я же уже знаю, что вот это вот гамма, да? То есть вот когда я беру вот тот же самый GQ минус первый, вот если только вместо вот этой части я беру вот эту часть, тогда я знаю, что это гамма, потому что эти стрелки взаимно обратны. Поэтому для того, чтобы показать, что это гамма, мне просто нужно показать, что следующая диаграмма коммутативна. Вот. Гамма Q. И мы сейчас это увидим, вот, что это она коммутативна, просто буквально из аксиомы вот этого вот Экмана Хилтона. Хан, тут будет дельта F, тут будет GQ, вот, а тут будет G, и тут будет гамма. Тут я теперь просто пишу двойные стрелки, это не, ну, просто окей, давайте я их буду везде писать, одинарные, имея в виду двойные, чтобы вас не смущало, а то я в одном месте писал двойные, пусть везде будут двойные. Значит, вот это вот, в этой диаграмме все стрелки, это два морфизма, то есть натуральное преобразование функторов, и я утверждаю, что она коммутативна, да. Если я докажу, что она коммутативна, тогда я могу вот здесь вот приписать GQ в минус первый, тогда я просто вот, линк, тогда у меня, значит, вот это будет просто равна гамма, потому что эти две взаимообратные, а вот это мне даст просто вот буквально разложение. Это тогда я вот после того, что так сделаю, я вот это вот назову эпсилон. Понятно, да, что происходит? Да? Здесь такая путанная вещь на самом деле. Окей, значит, почему вот эта штука коммутативна? Это очень просто. Смотрите, вот, значит, я беру вот это вот, вот это вот следует из той аксиомы буквально. Я беру Q, беру identity и беру здесь вот это вот Q. Вот, а дальше я беру G, вот, и беру delta F, и это мое гамма. Вот, и, значит, соответственно, вот та аксиома, которую вот мы тут выписывали, она, ну, то есть, нет, не совсем даже та аксиома, а скорее, даже не знаю, какая аксиома, скорее, скорее вот эта аксиома в романоидальную, ну, да, скорее аксиома, что горизонтальное произведение определено корректно, даже не та аксиома, а то, что горизонтальное произведение определено корректно, вот, означает, что я могу, значит, вот, соответствующий результат, это будет, значит, из QG в, соответственно, дельта f, да, некая два-стрелка. И я эту два-стрелку могу считать двумя способами. Значит, первый способ я могу взять вот здесь q, а к нему вот приписать вот вискаринг с этой вот с этой вот гаммой, да. Вот. Тут, значит, будет g, а тут будет дельта f. Ну, и у меня получается некая стрелка. Вот, из q g в q дельта f. Вот, а теперь я могу, значит, вот взять вторую. Вот здесь у меня q, а здесь у меня, значит, уже дельта f. Вот. А тут у меня identity. Я могу, а тут у меня, соответственно, q. Я могу, значит, взять вот композицию вот этих вертикальную, вот этих двух стрелок. Это для меня одна из возможностей получить вот эту два-стрелку. Ну, и глядите, эта возможность, она в точности реализуется вероятно в том, что реализуется, значит, где? Она реализуется, вероятно, вот здесь, вот в этой вот части, да. Вот так, если я пойду. Почему? Потому что вот тут у меня композиция g q, потом у меня будет q дельта f. Вот оно, ну да, q сначала, потом дельта f, и вот эта стрелка тут будет гамма вискеринг с q, вот оно тут написано. А потом, значит, каноническая вот эта стрелка в... Ну, каноническая, это значит, что я q отображаю в identity, как оно было вот там где-то определено, и делаю вискеринг с этой дельтой f. То есть вот это вот, вот эта композиция, это буквально вот эта вот вертикальная вот штука, да. Понятно, да, что тут происходит? Не, просто вот у нас все сводится к коммутативности этой диаграммы, вот, которая тут написана, а вот, а я говорю, что коммутативность этой диаграммы следует просто вот в одну строчку из того, что я могу вот горизонтальную композицию, вот, которая тут написана, считать двумя способами. Значит, первый способ это вертикальная композиция вот таких дел, а второй способ это вот первый способ. Это дает мне вот такой путь. А второй способ, он немножко другой. Он говорит, что я сначала беру q, определяю, отображаю его в identity, и тут будет, значит, q, а тут у меня будет g. Вот, то есть, видите, тут это что? Это g, q, и потом я стянул, значит, q в identity, вот это. Получилось, значит, что это некая двастрелка из g, q, в g. Вот, а теперь я беру, соответственно, то, что у меня от второй, вот это, и, значит, она, соответственно, должна начинаться с g, а закончиться в delta f, а тут я беру уже просто identity, да? То есть, она, значит, из g бьет в delta f, и вот эта стрелка, это просто гамма. То есть, грубо говоря, вот то, что эта диаграмма коммутативна, это означает просто, что я вот, что, ну, аксиома, похожая на вот эту вот Экмана-Хилтона, может быть, значит, нарисована, вот, что вот можно вот так считать, а можно вот таким способом, можно таким. В принципе, это следствие, это следствие из того, что есть identity map и из аксиомы Экмана-Хилтона, да? То есть, вот это все можно, вот то, что вот это верно, в принципе, мы вот такое будем использовать, уже используем и будем использовать. Саму Экмана-Хилтона мы не будем, но, вот, но, в принципе, это, ну, означает, что вот тут мы берем identity, вот identity стрелку этого морфизма, тут identity стрелку этого морфизма, говорим, что от того, что мы берем identity, ничего не меняется, и потом мы берем вертикальные композиции. А тут мы берем identity стрелку этого морфизма, identity стрелку этого, и берем эти композиции, от того, что мы берем identity, ничего не меняется, потому что это единицы. Ну, вот как-то так. То есть, отсюда следует, значит, просто вот напрямую коммутативность вот этой вот диаграммы, ну, по крайней мере, видео есть, вы сумеете посмотреть, если чего-то упустили сейчас. Сейчас я хорошо расскажу, в отличие от прошлого раза. Но это пока только существование. Нам еще нужны единственные, да? Понятно все, да? У меня еще нужна единственность. Вот, единственность, на самом деле, мы сейчас увидим, что единственность – это ровно тот же самый аргумент, только вот здесь вместо гаммы будет эпсилон. А во всем остальном это будет то же самое. Сейчас вот я приду к этому делу. Так. Ну, давайте эти два стрелки сотрю. Не, ну, в общем, я, конечно, себя стыдил, что я в прошлый раз запутался, но с другой стороны, в принципе, туда довольно путано. Ну, да, 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 не знаю. Так. Ну, да, в принципе, вот то, что я рассказываю, это некое изложение в книжке «Эмили Рио». Я там вот приводил после прошлого раза. Но там как бы намного более кратко это все написано, в принципе, там тоже непонятно. Вот, ну, пока доска сохнет, можно задавать вопросы, если они есть. Может быть, тут что-то кому-то непонятно, можете спросить, что. Концептуально у нас... Да. ...ширение канала, это... ...в этом универсальный объект, который строится по ЭМ, подтверждает, что его можно построить по какому-то неуниверсальному ку. Еще раз. У нас ку, он не универсальный. Ку. У разных ку? У разных ку, да, 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 да. Будут... Да, но они же могут быть изоморфны. Да, 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 да. Расширение канала зависит. Расширение канала, ну, наша конструкция. Расширение канала дается... Да, ну, это хороший вопрос, кстати. Да, хороший вопрос. То есть, если... Ну, если заменять на неопределительные, например, какие-то другие, то, конечно, может быть, не повышение, но и другие, я не уверен. Нет, нет, ну, понимаете, дело в том, что у вас тут, в принципе, вот тут проблема не в том, что мы просто берем и заменяем на какую-то резольвенту, да, на эту ку. Проблема в том, что мы требуем, чтобы это было функториально. То есть, чтобы вот, если у нас есть, допустим, морфизм комплексов, чтобы у нас был морфизм соответствующих ку. И identity была... В принципе, мы в гомологической алгебре такое не привыкли делать. И я потом чуть-чуть... Вот мы обсудим чуть-чуть, да, что там происходит в гомологической алгебре, и почему нам этого не надо. Вот. А тут вот должно быть функториально. Но вы правильно говорите, что теоретически никто не сказал, и практически тоже, что это ку единственно. Ну, вот это же, как бы, расширение кана, оно определено единственным образом с точностью до канонического, соответственно, изоморфизма. Поэтому, если есть, да, другое ку... То есть, если есть другое ку, ведь мы же здесь... Ведь, собственно, то, что мы строим, является функтором между... Ну, по большому счету, между гомотопией... Вот то, что является как бы... То есть, вот мы строим хоть функторы вот отсюда сюда, да, но, в принципе, мы же интересуемся, по большому счету, не этими функторами, а теми, которые... Вот у нас все функторы, которые мы рассматриваем, кроме, соответственно, верхнего, они гомотопические. То есть, они переводят слабые эквивалентности в изоморфизмы. А тут мы рассматриваем все, вот все, да. А то, что на самом деле нам нужно по расширению кана, это то же самое, но, тем не менее, это функторы из гомотопической категории, это и в эту. Ну, и поэтому, в принципе, можно себе представить, что если у нас есть два разных ку, то, так сказать, on the nose, они никакого изоморфизма не дают. Но когда мы спустимся вот в гомотопическую категорию m, то они будут вот изоморфными функторами. То есть, в принципе, я тут не вижу противоречий. Любится, если бы мы как бы рассматривали их как функторы... Нет, сейчас, я говорил, что разные разные кумы, это в этом смысле вот конституционные способности иметь объект на... На разные, ну да, разные способы... На правую замену. Да, да, совершенно верно. Разные модели иметь объекты, но тут разные правые замены, поэтому и как бы разные кумы будут в помощи на... Ну, они будут изоморфны, значит. Но я просто говорю, что они будут изоморфны, потому что нет, потому что вот это определение как расширение кана, оно не зависит от... Оно зависит, ну... Нет, ну потому что мы доказываем, это что вот любое кум, в частности, вот то, которое мы рассматриваем, оно приводит к решению универсальной задачи. А именно вот этой. Ага, это вам не помогает, кстати, не делать. Да, 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 да. Но дело в том, нет, но он задает немножко другой вопрос, что если мы возьмем, по-моему, что если мы возьмем два разных кум, то как вот отсюда увидеть, что у нас получится одно и то же. Ну, мне кажется, что на самом деле одно и то же будет в каком-то смысле, когда мы вот спустимся к таким, прям отсюда сюда, это будут два изоморфных функтора. Хотя, в принципе, это, наверное, одно и то же. Наверное, вот на этом уровне это тоже будут два изоморфных функтора, что они один к одному. Ну вот, в общем, да, такая вот забавная история, да, то есть... Ну, понятно, да, что, в принципе, вот наше... То есть то, что мы дали определение, оно универсально, а то, что мы строим, это является просто решением этой универсальной задачи. Поэтому, если будет другое кум, то оно вот с теми же свойствами, что вполне возможно, оно автоматически, значит, является такое, будет тоже решением той же универсальной задачи. Вот, все. Теперь, значит, нам нужно показать единственности. На этом мы это вообще, это дело, значит, забросим. Вот у нас, значит, чего? У нас есть вот два, соответственно, таких вот есть эпси, вот это одно некоторое, ну, например, то, которое мы построили, неважно, вот это вот каноническое. Значит, в дельта f, а это вот наша гамма. Значит, гамма фиксирована, гамма фиксирована, и нам нужно... Оно переводит, переводит в изо, и нам нужно показать, надо показать, что эпсилент единственное. Что эпсилент единственное. А можно я вас спрошу, пока, вот, у вас там вот на 14-й, а я, правда, там же делал один доклад, там вот тоже такой дурацкий мел или нормальный? Потому что вот, когда пишешь этим мелом, вот этим вот, который я своим сейчас пишу, просто, ну, невероятно приятно, то есть все так мягко-мягко, а этот, он просто и доску портит, и писать, ну, жесткий очень просто. Можете потом попробовать, а? Там разные есть личные структуры. А, да? Вот такой же, да? Я не думаю, что не так мягко. Там просто в Азоне, ну, здесь все на Азоне. Нет, с другой стороны, во времена всех этих санкций и кризисов из Италии привозить мел, конечно, чересчур, да. Нет, ну, раньше, кто-то гранит из Азоне. Я купил на Азоне, я купил на Азоне просто, вот, 135, вот, рублей за коробочку, не так много, в принципе. Вот. Да, да, я знаю, что раньше из Финляндии возили вот. Ну, вот, Коля мне рассказывал, тоже надо съездить. Вот, значит, смотрите, нам нужно показать, что этот Эпсилент единственный. Значит, в чем является, что является тут идеей? Вот то, что я пытался сказать в прошлый раз. Значит, вот мы возьмем теперь композицию с Q вот с этой стороны. То есть у нас получится дельта F Q в квадрате, а тут будет дельта F Q. И теперь мы говорим, что при вот этом деле вот эта штука становится изоморфизмом. Вот вторая стрелка становится изоморфизмом функторов. Изоморфизмом. Ну, собственно, почему она становится изоморфизмом? Потому что F, F, вот, да, тут мы вот используем вот здесь. Смотрите, вот что мы здесь использовали вот в этом рассуждении. Мы не использовали, что, насколько я понимаю, мы не использовали, что F вот от этого вот на категории M Q переводят слабые эквивалентности в изоморфизмы. Вот в этом рассуждении. А где мы использовали? Мы, помню, не использовали. То есть мы использовали что-то там про G. То есть мы тут доказали... Да, да, потому что G переводят слабый эквивалент, да. Потому что мы использовали, что... Нет, нет, мы использовали, что Q является деформацией левой, но не использовали, что для F. То есть мы не использовали, что... Вот у нас есть эта категория M Q, в которой объекты — это образ Q от чего-то, а морфизмы — все. Вот. И, собственно, то, что все. То есть вот от Q с чего-то в Q с чего-то. Любой морфизм. Вот. И вот если у нас есть такой морфизм, который еще есть слабая эквивалентность, то если мы потом к нему применяем F, вот, F, ну вот это там W, это будет F, W, то это будет изоморфизм. Это вот то свойство, которое у нас второе, вот, которое я где-то здесь писал, где-то, вот, что оно левая деформация, это вот я писал левая деформация, а где-то я писал вот, вот, что вот F, и если значит M Q полная подкатегория, и это самое гомотопическое, то есть переводит... А, ну да, то есть F переводит слабые эквивалентности, я немножко, немножко это самое, я немножко слышком я неправильно написал. Это будет слабая эквивалентность действительно, потому что F переводит слабые эквивалентности такого рода в слабые эквивалентности, а уже дельта переводит слабые эквивалентности, вот если я потом еще дельту напишу, да, вот, вот тут будет дельта F, W, она переводит, значит, слабые эквивалентности в уже изоморфизмы. Поэтому вот это вот, то есть тут все существенно, и Q, и F, и дельта. Потому что про без дельты она переводит слабые эквивалентности в слабые эквивалентности. Без Q ничего сказать нельзя. Вот, поэтому, значит, вот если мы вот эти объекты, вот тут вот, получается, что это, там, Q от чего-то, и это тоже дельта F, там, от чего-то. От Q, извиняюсь, от Q от чего-то. Только здесь будет там Q от чего-то. Ну, короче говоря, вот тем, что мы применили Q с этой стороны, мы добились того, что мы вот в этой ситуации, что у нас вот любой морфизм, вот, который тут слабые эквивалентности, он вот из Q от чего-то в Q из чего-то. А что это, собственно, за морфизм? А это морфизм вот из Q, вот, вот самый, в identity. Вот это же у нас, вот, морфизм функторов, в которых слабая эквивалентность. То есть это означает, что у нас есть вот Q от X в X, это слабая эквивалентность. Но это как бы ничего отсюда не следует. Но если я еще раз применю Q, вот, то это уже будет слабая эквивалентность между двумя объектами, каждый из которых – это образ Q. Поэтому если я теперь применю F, то это будет снова слабая эквивалентность. Если я применю дельта, это будет изоморфизм. То есть вот так. Вот. Поэтому вот я два раза применяю вот это вот Q, что довольно забавно, конечно. Вот. То есть, значит, вот я вот это вот делаю. И теперь я говорю, что это изоморфизм, окей. А вот это, значит, соответственно, я взял мою эпсилон, да, и тоже применил к ней Q. Вискиринг. Вот. А это будет гамма, которой я применил Q тоже вискирингом. То есть, так как это изоморфизм, то я отсюда получаю, что вот этот, что вот эпсилон Q, оно определено однозначно, да? Определено однозначно. Вот. Ну, просто потому что это изоморфизм, и я могу его обратить. Ну, с другой стороны, это не то, что мне надо, потому что это эпсилон Q, да? Вот. А дальше я снова рисую некоторую коммутативную диаграмму. А именно следующее. Я пишу, значит, да, я пишу, вот, значит, ну, она морально вот этим инспирирована, да. То есть, вот она такая, значит, вот тут у меня в G, это то, что было раньше. Это использует то, что G переводит в слабые эквивалентности в изоморфизмы. Вот это вот, это вот эпсилон Вискиринг с Q. Вот. Вот, это будет, значит, дельта Q, дельта FQ в квадрате. Да. Вот. Это будет дельта FQ. Это я тут беру, вот, Q применяю. Это, собственно, вот то, о чем мы только что говорили. То есть, это вот эта вторая стрелка, которая связана с применением там Q и там Вискиринг с чем-то там, да. То есть, это неважно, с чем Вискиринг. А это, собственно, мое вот эпсилон. То есть, вот я хочу такое показать. При этом, значит, вот эта стрелка у меня тоже изоморфизм. И эта стрелка, значит, тоже изоморфизм. Вот это мы только что доказали. Ну, и отсюда следует, что если эти вертикальные стрелки изоморфизмы, то мы эпсилон однозначно выражаем, да. Через, обращаем эти изоморфизмы и выражаем. Вот. И теперь, значит, вопрос, почему эта диаграмма коммутативна. И еще раз, значит, в ней сидят вершины функторы, а стрелки, вот, ребра, это не функторы, а два стрелки. Ну, просто я, чтобы не писать двойные, может быть, это некоторые. И я на самом деле доказываю, что она коммутативна, вот, ровно таким же образом, только я рисую, вот, первая вот эта штуковина, она ровно такая же. Тут будет Q, тут будет Q и тут будет identity, да. А вторая будет вот такая, тут будет G, тут будет вот эта дельта FQ, и тут будет эпсилон. Вот. Ну, и смотрите, вот она ровно такая же, только здесь у меня была грамма, и тут не было Q. А вот там вот с Q и эпсилон. Вот, ну, и я пользуюсь вот тем же самым наблюдением, то есть вот, то есть свойством. Я хочу сначала вискеринг с Q, а тут вот эту вот из G в дельта FQ, и это эпсилон, а потом вот эту. Тут будет Q, тут будет identity, а тут будет вот identity от дельта FQ. То есть это вот вертикальная композиция, да, вот именно то, что я пишу одну над другой, это я имею в виду вертикальную композицию, только сначала вот эту, а потом вот эту. Вот. И это один способ посчитать вот это дело. То есть я и там, и там я разбиваю горизонтальную композицию на вертикальную композицию вот вискерингов, да, то есть когда я как бы беру горизонтальную, только с identity от функторов, вот. Ну, и давайте посмотрим, что у нас тут получается. Значит, это мы начинаем с GQ, потом вот мы применяем эпсилон, то есть мы, значит, получаем вот здесь, то есть вот, а потом мы, значит, применяем Q, вот, вот это, это Q наше, и мы получаем сюда. То есть вот то, что тут нарисовано, это в точности вот эта вот композиция. Вот, а мы можем поступить, значит, наоборот. Мы можем, мы можем вот сначала взять вот это дело, это будет Q, вот, из Q там в identity, тут будет G, вот. Вот, узнаете друга, да, это вот просто мы Q применяем к G, вот получается вот это. А вторым образом мы берем, значит, вертикальную композицию вот с этим. Тут будет G, тут будет, кто у нас этот эпсилонт, вот дельта FQ, а тут будет identity просто, судя по всему. Да, вот, ну вот, то есть получается, что это вот в точности вот эта композиция. Вот, ну вуаля, то есть это диаграмма коммутативна. Ну, то есть вот такие вот методы используются, но смысл, почему я это все так в деталях захотел доказать, потому что рассказать, потому что, ну вот, мне кажется, что это замечательно, то, что это вот такой, в общем, довольно общий способ, довольно общий способ строить эти производные функторы. Давайте тут, я сегодня обещался в 2.15, да, закончить, поэтому давайте мы перейдем к, ну, посмотрим, почему вот, что с этим делом мы делаем в производных категориях. То есть вот, а вы мне поможете. Ну, я хотел еще, конечно, рассказывать про симплециальные модельные категории сегодня, но это, ну, так я быстро не успею, за 15 минут, к сожалению. Нет, только тут, знаешь, остается некоторым, некоторым вот подвешено, потому что я не очень четко рассказал про то, какая у нас аксиоматика вот здесь вот была на слабой эквивалентности. То есть вообще эти люди, они, там, у них есть такая аксиома 2 из 6, да, которую я в прошлый раз формулировал, и, в общем, в этом я пока не до конца разобрался, в чем, значит, глубокий смысл этой аксиомы. То есть, ну, один из глубоких смыслов, как там пишут, это то, что вот, если мы берем из М, вот в Хо от М, которая просто, ну, определяется как М вот с обращением этих W, Габриэля Цисмана, то мы хотим, чтобы вот любое, любое морфизм здесь, который перейдет в изоморфизм, чтобы он был в В, да, то есть если F отображается, то есть это как говорят, что она рефлекс айзоморфизм, да, я думаю, по-научному. То есть вот мы хотим, что, то есть рефлекс, нет, так нельзя сказать. То есть она переводит, то есть то, что она переводит слабые эквивалентности в изоморфизм, это понятно, но мы хотим чуть больше, что если кто-то переходит в изоморфизм, то это слабая эквивалентность. Но я, честно говоря, в этом там, вот я пока в этом не разобрался до конца, и где-то, наверное, мы еще это все используем, вот почему это нужно. И, в общем, давайте, вот я просто к тому, что вот я некую содержательную, так сказать, часть рассказал. Вообще вот эта книжка, про которую надо ее, наверное, все-таки читать рано или поздно, там, значит, вот Канн Смит, оказывается, вот Джефф Смит, который великий тоже тополог этот категорный, кто там еще, Хиршхорн, Хиршхорн, ну, я не знаю, как пишется там, и Эдвайер. Вот, у них есть такая вот из четырех, в общем, авторов, из которых как минимум два совершенно великих человека, есть такая книжка, которая всего там на 150 страниц, которая, как все, что пишет Канн, ну, или что инспирирует Канн, состоит из части 1 и части 2, и часть 1 является продолжением части 2, то есть это обладает тем же самым свойством. Едвайшим, она такая техничная, но, с другой стороны, там намного больше объяснено. То, что я рассказал, это какая-то, наверное, упрощенная версия, но с другой стороны. Вот, значит, смотрите, значит, вот как люди там говорят, ну, вот, в Гильфанди Майне, например, пусть у нас есть там аддитивный функтор из Абелевых категорий, да, из А в Б, F. Вот, и мы тогда можем взять, вот они как бы сразу говорят о гомотопических категориях, то есть у них, значит, такое, что есть К от А, ну, допустим, там, К минус, да, если как, если это точность справа, там, не знаю. Вот, потом мы можем, значит, взять вот К от F, и тут будет К, там, минус от B, вот. Вот, а тут будет вот это, вот это, там, дельта в наших обозначениях, в принципе, в производную категорию от B. Вот, и, а здесь будет, значит, вот, ну, тоже вот этот функтор дельта, другой только, в производную категорию от А. Ну, и дальше вот осматривается расширение Кана, допустим, в данном случае правая, вдоль вот этого вот дельта такого, давайте так выпишу, вот, и вот так, то есть вот это вот будет вот производный функтор по определению. Ну, и дальше, то есть тут как бы специфика в том, что они сразу начинают с гомотопической категории, чего мы не делаем, потому что у нас, ну, с такой гомотопической категории, в смысле, когда по гомотопической эквивалентности комплексов. Вот, ну, и дальше они говорят, что если есть любой, вот если для функтора F есть, как там называется, как это по-русски надо говорить, допустимый или как там, класс объектов, допустимый, да, то есть что F переводит точные последовательности вот из этого класса, некий R, R, допустимый класс для F. Нет, то есть вопрос, который вот хочется как бы понять, ведь у нас здесь нету никакой функториальности, вот как же так, вот там у нас, вот в этой науке, тут принципиально было, что вот эта замена, она была функториальной, еще более того, было там натуральное преобразование в айденции, чего тут у нас нету. Вот, допустимый класс, это означает, что F, оно, значит, изоморфизм, оно переводит там ацикличные в ацикличные, или квазиизоморфизмы в квазиизоморфизмы, из R переводят квазиизоморфизмы из R в квазиизоморфизмы, вот, и это первое свойство, а второе свойство это то, что любой объект, любой объект, для любого объекта, для любого X существует R в R и сюръекция R в X, сюръекция, значит. Вот, ну и как бы вот это свойство от F вообще не зависит, а это зависит. Ну и, а? Ну какие-то абелевые категории там. Нет, ну, нет, наверное, она есть, вот нам Аршак расскажет, потому что, если захочет, и если она есть. Ну, в принципе, мы же думаем, что на модельных категориях есть вот эта функториальная аксиома CM5, поэтому, в принципе... Кабо X, она есть, правда, она... Ну да, да, наверное, нет, я тоже думаю, что есть, но просто я говорю о том, что в конструкции вот это не используется, и это бросается в глаза, то есть не используется функториальность. Вот, и они доказывают, что если есть там вот Гельфантманин, что если есть вот такое дело, то вот эта категория от R, вот гомотопическая категория вот от этого допустимых объектов, то есть R должно быть аддитивной категорией, если мы ее профакторизуем по слабым эквивалентностям, которые лежат... Сейчас... Ну, слабым эквивалентностям между объектами из R, да, так... Вот, то это всегда будет эквивалентно производной категории... Это эквивалентно производной категории от A. Ну вот, и на самом деле они хотят построить вот этот функтор, а для этого они как бы вот обращают вот эту вот эквивалентность каким-то образом, неважно каким, и в принципе они строят вот... Они строят вот стрелку из K минус от R, вот тут, значит, это самое WR-1, вот они строят отсюда вот стрелку в D-1B, и это совершенно очевидная стрелка. Это на самом деле просто вот применение функтора F, потому что мы знаем, что функтор... Вот нашего исходного функтора F, потому что, ну, он же уважает эти самые комплекции из R. Ну, а дальше они говорят, то есть он переводит там слабые эквивалентности в слабые эквивалентности, и вуаля, то есть мы так можем... А дальше они говорят, что так, ну, нам же нужно вот не отсюда построить, а отсюда, и тут вот у нас есть такая эквивалентность. То есть, если у нас, например, вот R — это проективные объекты, то тогда уже нам не надо ее дальше факторизовать, да, то есть уже она, уже изоморфизм, они есть. Это, в принципе, можно понять по тому, что мы изучали с теоремой Лайтхеда. То есть, если есть две проективных резольвенты одного и того же объекта, то они изоморфны в гомотопической категории. Вот. А в общем случае, когда мы там разваливаем какие-то плоские, там еще какие-то, ну, это, может быть, может не выполняться. И ее надо там дальше профакторизовать по тем слабым эквивалентностям, которые в ней содержатся. Вот. Ну и дальше, когда мы это вот сделаем, это будет всегда эквивалентно в производной категории. То есть, с таким вот трюком они каким-то образом избавляют себя от необходимости рассматривать какие-то там функториальные резольвенты. Вот. Ну, я сейчас просто довольно бессодержательно, в смысле, это просто процитировал, но там это доказывается, конечно. Ну, в принципе, тут надо вот это доказывать. А дальше вот, то есть, еще раз, вот этот вот функтор, который как бы наш, то есть, определяется это как run, да? Дальше строится вот этот функтор. И строится он таким образом, что это значит, вот просто мы применяем, вот f просто вот применяем к тому, что тут есть уже без всяких замен. А дальше мы вот просто обращаем эту эквивалентность тем или иным образом и получаем коммутативную диаграмму. Вот. Ну, вот как-то так. Ну, да. А вот допустимые категории, это вот когда определение, да? Вот как один-байк, определение, ну, два-байк? Ну, вроде да, да. То есть, это никак не связано с допустимыми категориями? Нет, другое совершенно. Ну, допустимые категории, это же про локали презентовал. Ну, это просто слово то, что... Может быть, я неправильное слово употребил. Это допустимые для функтора или недопустимые. Я даже... А, ну, вот это вот можно посмотреть... Я не знаю, у меня Гельфант Маннен по-русски есть. Это же русская книжка. Я даже не знаю, забыл, как это там называется. Нет, не подходящий. Ну, вы понимаете же все, о чем идет речь. Это типа плоских модулей, типа там... Которые вот обладают тем свойством, что вот можно на резольвенте из этого R вот считать, как бы применять функтор вот этот F по члену, и тогда это будет, значит, ну, приводить к слабой эквивалентности, слабой эквивалентности. Вот. Ну, вот какая-то такая странная вещь, то есть почему такое... То есть тут же вообще без всяких усилий это все делается, без всяких усилий, связанных с функториальности. Вот. Это вот, наверное, происходит вот из того, что у нас всегда есть какой-то вот такая... Такая эквивалентность, и, наверное, там непонятно, какой смысл этому можно придать в общем случае, когда у нас там есть какая-то модельная или немодельная активность. Что-то такое. Ну, вот я хотел, конечно, рассказать про эти самые. Давайте мы там сообразим. Может быть, что-нибудь еще на следующей неделе придумаем. Но, в принципе, на следующей неделе будет вот Аршак рассказывать. Он нам расскажет про то, значит, как строить... Я думаю, что это будет очень полезно и менее абстрактно. Он нам расскажет про то, как вот комплексы вабелевой категории, как конечные справа или слева, так и бесконечные в обе стороны, образуют замкнутую модельную категорию. Правильно? Вот. А если у него вот хватит времени, если... Ну, мы будем обсуждать еще. Если вот все равно будет время, то я тогда расскажу про симплициальную. Ну, вообще, на самом деле, мне бы, конечно, хотелось закончить в этом семестре чем-то. А через неделю уже ничего не будет. Правильно? Ну, не знаю, если у вас будет желание, вы там подумайте, есть ли у вас свободное время или нет. В принципе, я могу на следующей неделе, помимо вот того, что будет Аршак делать в субботу, я могу еще сам вот рассказать про симплициальную. Если у вас, ну, будет свободное время, и там у вас не будет какого-то более продуктивного, там, я не знаю, планов, ну, как хотите. Мне хотел бы его найти. А, ну, тогда, значит, не надо, да. Ну, я понимаю. Не, ну, тогда я это быстренько закончу. Вот я в следующем семестре думаю продолжать. В основном про формальность в конце еще уже. Это было такое вот общее, что вообще бывает такое вот. Ну, я тогда просто все-таки я бы хотел, конечно, про хинича вот это вот рассказать и про симплициальные модельные категории, и как с их помощью строить, как с их помощью строить. Вот, может быть, Аршак нам расскажет, каким образом модельная категория комплексов является симплициальной модельной. Но это не обязательно. Вот, если захочет. А? Ну, да. Ну, все, тогда, значит, на сегодня все, вот, потому что я решил быть этому самому. В чем радость? Ну, радость в том, что он инвариантно...